1 августа 1922 года первым прокурором Чувашской автономной области был назначен Александр Лбов. С тех пор эта дата считается днем образования ведомства. И по сей день главной задачей правоохранителей остается защита прав и интересов граждан и государства. На моем уждивении находится ребенок-инвалид. У нас ДЦП. Мы долго не могли получить коляску на его реабилитацию. Я ходила в органы нашего страхования, ФЭС, Чувашия. Нас кормили завтраками. Сегодня, завтра, послезавтра. В итоге обратилась прокуратура. Прокуратура провела проверку. Нам предоставили коляску. Именно такую, как нам нужна. По всем параметрам. Коляска активна. Ребенок может сам на ней ездить без посторонней помощи. Я благодарю работников прокуратуры Чувашия за оказанную помощь. Мне предоставили квартиру двухкомнатную в хорошем новом отремонтированном доме. Кроме меня в этом доме выделили квартиры еще и другим детям-сиротам. И я хочу поблагодарить прокуратуру Маргаушского района за предоставленную помощь. В строительство ЖКХ, экономика, образование, медицина, прокурорский надзор распространяется практически на все сферы жизни. Защитниками выступают специалисты с обостренным чувством справедливости. Евгений Ортиков один из них. Читая в школе о великих исторических деятелях, он уже знал, какую профессию выберет. После окончания университета сразу пришел работать в прокуратуру. За 18 лет прошел путь от помощника прокурора до прокурора одного из районов столицы республики. Основная функция прокурора любого уровня – это надзор за обеспечением законов. Прокурор создан для того, чтобы закон, который написан на бумаге, он реально действовал в жизни. В органах прокуратуры существуют те задачи, приоритетные задачи, которые ставят генеральный прокурор Российской Федерации, и которые ставят руководство страны. Среди них, на территории Калининского района, это наиболее актуально, это обеспечение прав участников долевого строительства. У нас 10 объектов недостроев, по которым мы работаем каждый день. Далее – это обеспечение права на получение людьми заработной платы. В настоящий момент 4 организации не выплатили, в свое время не выплатили за должность 37 работников. С молодыми сотрудниками всегда готовы делиться опытом ветераны прокуратуры. Анатолий Иванов проработал в ведомстве более 20 лет. Чаще всего он вспоминает годы, когда занимал должность следователя по особо важным делам. В лихие 90-е годы очень сложно было действительно работать. Очень много было убийств, изнасилований. В 2001 году меня оставили исполнять обязанности прокурора и Брестинского района. Я первый раз приехал на совещание, как исполняющий обязанности прокурора района. Совещание проводил Зайцев Сергей Петрович. И меня просто-напросто поразило, во время совещания Сергей Петрович спросил, а где тут исполняющие обязанности прокурора района Иванов Анатолий Петрович, который должен был быть тут. Я встал. И тогда Сергей Петрович при всех сказал, вот, этот человек, который не оставил ни одного нераскрытого преступления, следователь, который исполняет обязанности прокурора и в том числе поддерживает государственное обвинение. И при всех мне вручил именные часы, которые я ношу до сих пор. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Николай Скворцов, Республика.